В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте. В мэрии обещают привести в порядок проблемные территории в центре города. Летний театр в горсаду не отдадут под застройку, а Диволановские польские спуски благоустроят. Правда и проблем хватает. Диалог с общественниками, арендаторами земли и собственниками недвижимости не всегда получается конструктивным. Подробности в сюжете Константина Гречанова. Представители организации «Зеленый лист» пришли на аппаратное совещание в мэрию. Они потребовали от Геннадия Труханова и депутатов горсовета разорвать договор с арендатором земли под летним театром в горсаду. Мэр, в свою очередь, назвал действия общественников провокационными, но территорию пообещал уберечь от застройки. Если эти так называемые туалетные схемы работают не на пользу громады, а на пользу конкретных коммерческих структур, они не могут иметь места в нашем городе, потому что это вызывает конфликтные ситуации, которые будут нарастать. Мы этот вопрос держим на контроле как власть и депутаты. Не надо ничего ломать и крушить. Там ничего строиться не будет. А вот на Диволановском и Польском спусках будет. В мэрии подготовили проект благоустройства этих улиц, которые ныне пребывают в неприглядном виде. Комплексное благоустройство территории, включая капитальный ремонт зданий, замену мощения, коммуникации, восстановление зеленых насаждений, установку уличных светильников, уличной либели и так далее, малых архитектурных форм, упорядочение мест парковки, устройство дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха. Сейчас идут переговоры с собственниками объектов недвижимости на этой территории или их представителями. Ведь некоторые владельцы пребывают за рубежом. Чтобы другим одесситам выехать за рубеж, желательно иметь при себе биометрический паспорт. А с этим есть проблемы. Уже сейчас очередь занята до мая. В департаменте административных услуг городского совета поясняют, государственный полиграф-комбинат Украина не справляется с потоком. По информации директора департамента Евгении Абрамовой ситуация улучшится в феврале, когда на предприятии установят новое оборудование. А пока даже срочный биометрический паспорт изготовляется полтора месяца вместо семи дней, положенных по закону. Константин Гречаны, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер». Губернатор области Максим Степанов также не остался в стороне конфликта вокруг летнего театра в горсаду. Глава облгосадминистрации пообещал сохранить эту территорию от застройки. Он обратится в горсовет с предложением перенести в городской сад зеленый театр из парка Шевченко. Последний за несколько лет стал знаковым арт-пространством для Одессы. Однако из-за существенного повышения арендной платы на землю теперь находится на грани закрытия. Я обращусь к Одесскому городскому совету с предложением, чтобы зеленый театр, который вот тоже одна из таких более одесситов, которые так привыкли к нему, к нему привыкли одесситы, к нему привыкли туристы. Я считаю, что существует возможность перенести его в горсад, в это место. Я уверен, что есть возможность предложить компании, которая владеет дальним земельным участком, какой-то альтернативный земельный участок. Директор ТЮЗа попалась на взятки. Как сообщили в прокуратуре, задержанная требовала и получила 5000 гривен неправомерной выгоды за договор аренды части помещений театра юного зрителя. Следственные действия продолжаются. У ходе следствия заявлено, что посадовая особа театральной установки в Одессе требовала и держала 5000 гривен от предприятия за заключение договора о наденном в аренду части помещения установки. Наразі с сказанной особой продолжают следственные действия. Одессит шокировал всех соседей своим поступком. Мужчина сильно избил и выбросил с 7 этажа собственную собаку. Неравнодушные прохожие доставили животное в ветеринарную клинику, но, увы, собака получила тяжелые травмы и вскоре умерла. Все подробности в сюжете Юлиана Аксенова. На том самом роковом месте еще видны следы крови погибшего животного. Это случилось здесь, в новом ЖК Янтарный, около половины седьмого вечера, рассказывают очевидцы. Размеренную атмосферу двора нарушил пронзительный крик. Когда я закрывала окно на балконе, я увидела, услышала крик собаки. Я выглянула в окно, посмотрела и увидела, как мужчина вот с этого пролета, где-то с седьмого этажа, выбросил собаку. Я когда прибежала сюда, я не знаю, у меня такое состояние было, но ее уже унесли к доктору. Идет жена, плачет. Я говорю, это ваш муж? Да. А что случилось? Она там что-то ела, он пьяный, тронула, она укусила палец. И что? Он взял ее и выкинул с балкона. Я говорю, с какого этажа? Она мне сказала, с седьмого. Все. Прибывшая оперативно-следственная группа первым делом отправилась в квартиру подозреваемого. Ошарашенный внезапным визитом полицейских, мужчина дает сбивчивые показания. Ну, не знаю, по лестнице бежал. А что? Ну, так это вот вчера он с дивана ее загонял, она меня как хопнула. На работу не могу уходить. Это ваша суда? Да. Да он вот где-то, вот, два-три. А что с ней случилось? А? А что с ней случилось? А я, честно, не знаю. Бежал. Куда уже? Ну, нет. Скажите, что случилось с собакой? С собакой, я вообще не знаю, убежал. А меня покусал. А зачем ее выбросили? Никто никого не выбрасывал. А что с ней произошло? Убежала. Седьмого этажа. Близко с мужчиной никто и соседей не знаком. Говорят, дома бывает нечасто. Работает в Москве дантистом. Семья в целом адекватная и хлопот не доставляет. Но почему в семье врача, дочка которого к тому же будущий ветеринар, убивают животных, для них загадка. Убийство собаки могло обернуться куда более серьезной трагедией. Уберегла случайность. Мы вышли на улицу вчера вечером, идти в церковь. И муж забыл что-то дома забрать, и он вернулся. Я говорю, возвращайся, я тебя подожду здесь. Если бы он не забыл, мы бы как раз коляской ехали, и оно как раз бы на нас все упало просто. Я это потом только поняла, а сегодня утром. Вот. И я вышла, увидела собака валяется и скулит. Я думаю, чего она скулит. Думаю, может собаку ее покусали, потому что кровь сразу увидела. И потом смотрю, она как-то так вывернулась. И потом вижу, у нее лапка вообще вот так болтается. Муж Дианы быстро отвез собаку в ветеринарную клинику, где она прожила еще 20 минут. Но полученные травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью. Соседи убеждены, мужчина заслуживает максимального наказания за содеянное. Я, так как являюсь сама хозяйкой и ни одной собаки, для меня это очень важная тема. Я хотела бы, чтобы все люди, которые приносят такой вред животным, несли соответствующее наказание, не менее чем вред людям. А вот зоозащитники говорят, что теперь предстоит долгая бюрократическая процедура, без которой добиться реального наказания для виновника невозможно. Нужно обязательно отправить тело этой несчастной собаки на экспертизу. После того, как экспертиза даст подтверждение того, что собака погибла в результате жестокого обращения, после этого мы пишем заявление в полицию, прикладываем это заключение экспертизы. И в таком случае, я предполагаю, это будет квалифицироваться по статье 299 Уголовного кодекса Украины. По части 1 этой статьи сегодня по этой части предусматривается или до 6 месяцев ареста, или до 3 лет ограничения свободы. Это уже на усмотрение суда. Статья новая, говорит юрист, но положительные прецеденты уже есть. Более того, одесские зоозащитники уже готовы подключиться к этому разбирательству. Сейчас в их ведении 14 подобных дел. Юристы напоминают, что теперь за жестокое обращение с животными можно лишиться свободы сроком до 8 лет. Юлиан Аксенов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Сегодня в областном апелляционном суде планировали рассмотреть жалобу прокуратуры по делу о пожаре в лагере «Виктория». Суть – отмена решения Приморского районного суда, который отпустил директора лагеря на свободу под залог 128 тысяч гривен. Однако заседание не состоялось. Его перенесли по ходатайству адвокатов директора лагеря Петроса Саркисяна. Защитники сообщили, что их клиент сейчас находится в больнице. Кроме того, просили проводить дальнейшее рассмотрение дела в режиме видеоконференции. Суд удовлетворил ходатайство частично, перенеся суд на 27 ноября. И вот меня смущает то, что два месяца прошло и ни одного задержанного. Как это так? Вот скажите. Вы верите, что он болен? Нет. Как прокурор, так и пострадавшие уверены, что процесс затягивают намеренно. Саркисян с первого дня следствия не дал ни одного пояснения или комментария. Прокурор также добавил, что в суде интересы Саркисяна представляют сразу три адвоката. А такого количества защитников достаточно, чтобы донести позицию подозреваемого и рассмотреть дело без его присутствия. Мы считаем, что мы имели возможность рассмотреть это клопотание за участием защитников, но судья решил перенести заседание. На вашу думку, это есть определенный затягивание времени? Как вы считаете? Я считаю, что так, потому что подозреваемый не дает показов, он не сприяет следствию, поэтому думаю, что это так. В свою очередь, один из бывших сотрудников Виктории заявил, что Саркисян неоднократно отстаивал интересы лагеря. Пытался сохранить территорию от застройки, а также посодействовал замене старых домиков 50-х годов на новые деревянные. И якобы не виноват случившимся. Соседняя территория была продана. Там уже сейчас стоят двухэтажные коттеджи. Соответственно, этот человек посодействовал так, чтобы эта территория сохранилась в государстве. Я всегда буду стоять на стороне Саркисяна, потому что непосредственно этот человек, а я знаю, этот человек меня принял на работу. Студенты Одесской юридической академии провели дискуссии со сверстниками со всей Украины. И встретились за круглым столом с представителями НАБУ. Одна из главных тем, как побороть коррупцию. Студенты предложили свои варианты, как решить эту проблему, также обсудили и другие важные вопросы. Сегодня мы проводим конференцию в Национальном университете Одесской юридической академии. И конференция, это конференция, в которой принимают участие молодые ученые, студенты, аспиранты, гости из разных городов Украины, потому что это все украинская конференция. И сегодня мы будем говорить о разных направлениях, потому что система конференции разделена на, скажем так, подгруппы, где каждой сфере, каждому вопросу уделяется очень пристальное внимание. Выбирая тему, на которой я буду участвовать на этой конференции, я выбрал для меня самую интересную тему. Это борьба с коррупцией в Украине, так как эта тема является сейчас топовой в нашей стране, и к ней нужно уделить как можно больше внимания. Поэтому я выбрал тему круглого стола, где мы будем разбирать проблемы коррупции в Украине. Моя тема является борьба с коррупцией в Сингапуре, на примере Украины. Мне очень нравится, как там побороли коррупцию. Сейчас это одна из самых антикоррупционных стран в мире. Насамперед, мы очень благодарны и рады, что мы можем быть присутствием и участвовать в этом заходе, и поспелкуваться с студентами Одесской академии. Смотревшись на круглом столе, мы уверены, что наши участники проявят глубокие интересы в том, что реформирование законодательства в сфере против действий коррупции. Заболеваемость ревматизмом занимает третье место в списке самых распространенных болезней. В Украине зафиксировано около 4 миллионов человек с ревматологической патологией. Самой распространенной является остеоартроз. Несвоевременное лечение, по словам врачей, может привести к утрате работоспособности и даже к инвалидности. В первую очередь пациентам кажется, что если болят суставы, то только тогда это ревматолог. А если болят суставы, то обязательно ревматизм. Вы уже поняли, что не только ревматизм, это наша патология, что есть очень много других заболеваний, которые называются ревматологическими, можно отнести к ревматологическим заболеваниям. С чего может начаться заболевание? Исхудание, суфибрильная температура 37,2, 37,4, 37. Аллопеция, к примеру, когда пациентки стремительно начинают терять волосы. Это уже повод к тому, чтобы обратиться к ревматологу. И вот здесь важна лабораторная диагностика, то есть определение тех антител, которые появляются. То есть антитела – это белковые молекулы, как раз вот и атакующие собственные ткани. Тех антител, которые характерны для соответствующих ревматических заболеваний. Театр на чайной переезжает во дворе студентов на Морозливскую. В новом зале уже прошел первый спектакль. А вот название театра менять не будут. Без помещения театр остался, когда решили снести бывшую чайную фабрику, а на ее месте построить новый жилой комплекс. Актеры теперь привыкают к необычной для них академической сцене. Мы оказались в ситуации, что мы не знали, куда нам идти. Мы могли оказаться на улице в итоге. Это хорошо, что так случилось, что, во-первых, там нас пока еще не выгнали, там что-то все затянулось, и там маленький зал работает. И слава богу, что нам помогли, и у нас появилась возможность работать в этом зале. Черноморец подтверждает звание грозы авторитетов. Моряки снова одолели одного из лидеров чемпионата Украины. После ничьи с «Шахтером» и победы над «Динамо» одесситы справились дома с донецким «Олимпиком», который занимает третью позицию в турнирной таблице. Счет открыл в начале второго тайма Кирилл Ковалец. Капитан удачно подкрутил мяч дальним выстрелом в ближний угол. Удвоил счет за 10 минут до конца основного времени после углововой ошибки голкипера гостей Мамаду Вак. В оставшееся время «Олимпик» успел отыграть лишь один гол. На пятой компенсированной минуте отличился Ачигава. Результат матча 2-1. Победа хозяев. Как таковая игра, она отошла на второй план. Я сейчас объясню, почему. Вчера мне позвонил один из болельщиков наших и говорит, что там у них такой, как вам сказать, человек умер. 52 года. Рак. Александр, болельщик черноморца. И он очень попросил у ребят, чтобы эту игру, ну как бы в память о нем. Вчера, когда я на собрании рассказывал эту историю, тишина такая стояла, как будто, вот я не знаю, это, наверное, муха пролетала бы и услышали. Поэтому я очень рад, что удалось нам выиграть этот матч. Потому что, когда происходят такие события, вы сами понимаете, что футбол уходит на второй план. Благодарен команде, что удалось достучаться, что они выдали. Но очень хороший второй ты. Таким образом, беспроигрышная серия черноморца составляет уже пять матчей. Подопечные Олега Дулуба поднялись на девятое место в турнирной таблице. Следующий матч одесситы проведут 26 ноября на выезде против Вереса. После чего моряков ожидают еще две домашние встречи в декабре против Зари и Звезды. На стадионе в Великом Дальнике состоялся финал чемпионата области по футболу. Команда «Олимп» из Измаильского района разгромила соперников из Черноморска и оформила золотой дубль. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Высокий уровень мастерства и командная сыгранность позволила футбольному клубу «Олимп» и села Кернички разгромно победить сразу в двух финалах. После победы со счетом 7-1 в минувший уикенд в финале Кубка области над Локомотивом из Подольска «Олимп» уверенно победил и в финале чемпионата Одесской области. Команда Черноморска была повержена со счетом 6-2. В этой игре победители уступали в начале матча после гола Ильи Данильченко на 12-й минуте. Но уже на 28-й минуте Иван Короткий сравнял счет, Сергей Абрамченко вывел Кернички вперед на 34-й, а хитрик Александре Якименко и еще один мяч Алексея Маркова и вовсе сняли все вопросы в матче. Черноморск сумел открытать лишь один гол в самой концовке. Отличился Александр Денисюк. Добавим, что к успехам взрослого коллектива из Измаильского района чемпионами области среди юношей стала и молодежная команда «Олимпа». Для нас сегодня это очень знаменательный день. Мы долго шли к этому. Мы добились этого. Спорт – это всегда достижение. И мы этого достигли. Спасибо нашему тренеру. Мы не ошиблись в его профессионализме. Спасибо моим ребятам, которые через труд, пот и боль дошли точно так же до этой победы. Финал тоже прошел в интересной борьбе. К сожалению, у нашей команды города Черноморска не получилось выиграть этот матч, выиграть чемпионат. Второй год подряд мы проигрываем в финале. Это, конечно, обидно, но мы будем стараться на следующий год уже ставить более высокие задачи и, наконец, выиграть чемпионат области. По словам руководства областной федерации футбола, уровень турниров, как и количество участников, возрастает. А особой мотивацией для клубов стало создание Национальной футбольной лиги Украины. Думаю, что все у нас удалось. Главное, судьи провели себя нормально, футболисты достойно себя вели. И чемпионат закончен. Я думаю, интерес повышается с каждым годом к первенству Одесской области и кубку Одесской области. Я надеюсь, что лидеры на следующий год Одесского футбола областного будут играть в Национальной футбольной лиге. Федерация футбола Украины приняла решение. На 90% через год будут чемпионы областей, лучшие 1-2 команды областей будут играть в Национальной футбольной лиге. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо!